Друзья, добрый день, на связи Максим Петров и рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы говорим о развитии инвесторского мышления, формировании своего собственного инвестиционного портфеля и нестандартный, наверное, формат выхода видео, но дело в том, что мы ждали, на самом деле, год 2022 будет достаточно неспокойным, будет высокая волатильность, активы стоят достаточно дорого, и на этом фоне, конечно же, есть такая необходимость оперативно выходить в эфир, особенно когда происходят какие-то очень страшные вещи, появляются страшные публикации новостные, потому что это очень сильно влияет на мышление, это очень сильно влияет на действия, которые мы принимаем, и можно, с одной стороны, делать много ошибок, с другой стороны, можно продавать хорошие качественные активы ниже низшей цены, с другой стороны, можно пропустить возможность сделать хорошую удачную сделку, потому что в условиях, когда много неопределенностей, в условиях, когда у нас мозг отключается, начинают работать животные инстинкты, инстинкты самосохранения, самосохранения себя, самосохранения своего капитала, который позволяет нам выживать, то в этом случае у нас немножко рациональный ум отключается, и включается вопрос спасения, то есть нужно куда-то бежать, что-то обороняться, то есть нужно что-то предпринимать. И сейчас поступает большое количество вопросов, поэтому я думаю, что у нас будет отдельная серия, отдельная часть на нашем канале MaxCapital, где мы будем оперативно включаться, отвечать на насущные вопросы, которые особенно сильно беспокоят. Я думаю, что это только начало года 2022, и абсолютно не факт, что дальше все будет гораздо более спокойнее, то есть неопределенностей у нас будет много. Поэтому я могу призвать подписаться на канал, щелкнуть на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Ну а сейчас давайте рассмотрим основные вопросы, которые у нас появились непосредственно сегодня. Начали они, конечно, появляться гораздо раньше, еще на прошлой неделе. Ну и сегодня следующее. Что значит остановка от Центрального банка? То есть, ну не остановка рубля, а что Центральный банк России остановил покупку долларов в интересах Минфина. Люди, которые немножко не понимают, что происходит, да, то есть вообще вопрос прозвучал для меня очень трагично. Да, Максим, скажи, а что такое случилось, что остановили торговлю по валютной паре рубль-доллар? Ну, просто для понимания, что это такое, если действительно такое произойдет, если произойдет приостановка торгов на валютной секции, это будет равноценно взрыву термоядерного банка, да, потому что здесь лишаются вопросы ликвидности, здесь возникает большое количество вопросов к регулятору, большое количество вопросов к бирже, потому что, как правило, остановка торгов происходит, ну или по ценным бумагам, или по валютной паре, когда происходит движение более чем 10%. Идет приостановка торгов для того, чтобы ажиотаж, который возникает, то есть это может быть как в сторону роста, так и в сторону падения, торги приостанавливают на час, чтобы немножко сбить ажиотаж. Но поэтому у меня возник вопрос, да, то есть кто сказал, я смотрю, что, в принципе, торгуются нормально. Ситуация была, что новость вышла и на ведущих СМИ российских, что Центральный банк приостановил покупку валюты. Что это значит? Это значит, что у нас существует бюджетное правило, что сфера дохода, который получает бюджет в рублях от продажи нефти, то есть нефтегазовые компании продают нефть, они продают непосредственно нефть за доллары, и потом эти доллары, соответственно, конвертируют в рубли, уплачивают налоги, государственный бюджет Минфин получает эти налоги в рублевом эквиваленте, и, соответственно, конвертирует их, дает поручение Центральному банку, и Центральный банк интересов Министерства финансов осуществляет покупку валюты за эти рубли полученные. То есть это в какой-то степени стабилизирует непосредственно валютный курс, чтобы резкие колебания на сырьевом рынке, на рынке нефти, их нивелирует. Что произошло? У нас произошло нагнетание геополитической ситуации, то есть вышло очень много новостей, сначала пытались сказать, что Россия эвакуирует своих дипломатов с Украины, потом не прокатило это, сказали, что США эвакуируют дипломатов, Англия эвакуирует, но типа начинаются военные действия. Со стороны ДНР и ЛНР прозвучали новости, связанные с тем, что Украина готовится непосредственно возобновить военную операцию на линии соприкосновения. И все это подстегивает негативные риски. То есть у нас фактически сейчас реакция такая, как будто бы военные действия уже начались. Это в свою очередь привело к тому, что начали продавать рублевые активы, международные инвесторы, российские инвесторы, продавать рублевые активы, акции, облигации и покупать непосредственно валюту. В этих условиях, если будет Центральный банк действовать в интересах Минфина, то есть по-прежнему рублей достаточно много, и тоже покупать валюту, то есть что продают российские активы, получают рубли, за рубли покупают непосредственно доллары, и доллары выводят. Если еще к этой когорте паникеров, спекулянтов или инвесторов, которые хотят избежать геополитических рисков, еще присоединится Центральный банк со своими сделками в отношении Минфина, то есть он тоже будет покупать доллары, это привело к тому, что будет в моменте очень высокий спрос на доллары, и доллар пойдет вверх. Соответственно, уровень 80 рублей за доллар, я думаю, будет держать. Если у вас есть в этом случае валюта, если вы оказались в такой же ситуации, как лично я, как клиенты нашего закрытого клуба инвесторов, у нас первые продажи были, мы продавали где-то по 77, сегодня, соответственно, продают, ну, лично я продаю доллары, у меня выставили приказ по 79.50, если не жадничать, можете поставить 79.30. Я думаю, что из-за того, что рынки скорректировались очень сильно, сегодня на вечерней сессии можно продать, соответственно, доллары 79+. Завтра на утренней сессии можно выставлять заявки на покупку покупавших акций, потому что на утренней сессии, на неликвидном рынке, я думаю, будут испаняться маржин-колы, и мы можем увидеть, что российские акции могут еще в пределах 3-4% снизиться от текущих значений, соответственно, можете выставить take profit, если знаете, как это сделать, если нет, то просыпайтесь пораньше, и на утренней сессии, то есть в вечернюю сессию вы можете продать валюту, в утреннюю сессию вы можете, соответственно, купить акции. Если говорить про то, какие акции имеют смысл, на какие акции имеют смысл обратить внимание, то есть это ни в коем не является индивидуальной рекомендацией. Интересная на самом деле сейчас «Газпром», интересная «Букойл», интересная акция «Роснефти», то есть нефтегазовая компания, потому что у нас через 2-3 месяца начнутся дивидендные отсечки по экспортно-ориентированной компании. Интересно то же самое «РосАгро» ниже 1000 рублей. Но опять-таки мы не исключаем, что негативный сценарий может развиваться, по-прежнему могут быть какие-то заявления, может быть даже какой-то вооруженный конфликт, военные действия, и на этом фоне может быть еще пониже, но с фундаментальной точки зрения сейчас в принципе интересно. То есть с учетом того, что у меня было 40% в долларах, 10% было продано на предыдущей коррекции, и сейчас еще 10% продается, остается 20% валюты лично у меня в портфеле. Я делюсь то, что буду делать непосредственно я. Почему на утренней сессии? То есть почему на утренней сессии нужно покупать? Потому что сейчас рынки просили очень серьезно, очень много было физических лет, которые совершали покупки акций российских компаний с плечом, очень много было покупок на предыдущей коррекции тоже с плечом, соответственно сейчас цены ниже этих покупок, и они ниже там в пределах 5%. И на этом фоне сейчас может пройти еще одна волна морженководка по уже второй волне людей. Я тоже говорю, что будет некий второй уровень. Что значит остановка от Центрального банка? Я рассказал, каким образом это отразится, но просто Центральный банк не будет доливать масло в огонь, то есть он не будет сейчас в моменте вызывать спрос на валюту, и я не исключаю, что наоборот может быть как раз защита 80 рублей за доллар, и от этих уровней Центральный банк наоборот может быть рискованительно продавать, потому что если мы привязываем курс рубля к текущей стоимости нефти в рублях, то курс, ну то есть если убрать сейчас геополитические риски, то курс доллара должен быть в районе 65-68 рублей, но он находится на значении 79+. То есть по мере ухода этих рисков, соответственно, в этот диапазон, не знаю, что 68-65 вряд ли мы видим, но там 70-72 в течение года можно увидеть. На этом фоне, в принципе, было бы неплохо и логично продать сейчас частичный курс, составить этот уровень, поужать пыл спекулянтов, посмотрим, как это будет развиваться, но я сейчас с позиции долгосрочного места, то есть я сейчас не с позиции спекулятивных каких-то движений. А сделает ли это мой портфель беднее? То есть то, что приостановка, ну то есть никакого влияния на ваш портфель это не имеет, то есть он сбалансированный. Я не думаю, что это сделает ваш портфель беднее. Опять же, я не жду пока что сильных каких-то заявлений и использую это как возможность покупки сильных фундаментальных компаний с хорошими дивидендами. Как на этом заработать? Ну, соответственно, я сказал, как заработать. Я бы не стал продавать все доллары, которые сейчас есть. Как минимум сейчас я бы продал половину, уже к настоящему моменту. И работал с собой в хорошей дивидендной стоимости. Каким образом это можно посчитать? Просто ответьте сами себе на вопрос, верите ли вы в то, если вы наоборот бежите покупать доллар, верите ли вы в то, что доллар вырастет еще на 20%, ну не на 20%, а на 10-15%. То есть это получается значение где-то в районе 88-90 рублей за доллар. Если вы в это верите, покупайте доллар. Если не верите, логично в этой ситуации, как минимум, если вы консервативный инвестор, продать валюту, посмотреть на рынок облигаций, среднесрочных облигаций ОФЗ. И если вы готовы принять на себя риск, то вы можете посмотреть на направление, опять-таки, экспортно-ориентированных компаний, которые сейчас предоставляют доходность порядка 15%, и вы это, в принципе, получите уже, ведь 15% вы получите там через полгода. 15% за полгода дивид доходности. По мере прихода к закрытию реестров акционеров, в мае как минимум эти 15% могут отрасти. Ну, то есть вероятность того, что вы здесь заработаете, в районе 15% за полгода достаточно высока. 15% за полгода это получается 30% годовых в рублях. И тогда возникает вопрос, уверены ли вы в том, что в следующие полгода на 15% вырастет долг. Как вы на это отвечаете? Я предпочитаю все-таки дивиденды истории, да, и на этом заработать. Кто-то предпочитает сейчас на максимум 5 долларов из-за такого высокого уровня страха. Тоже задаваю вопрос, какие сейчас настроения в клубе инвесторов. В клубе инвесторов настроения достаточно спокойные, мы не используем крючок, у нас нет взаимного капитала, у нас есть кэш, в принципе, мы к этому готовились на протяжении, наверное, двух лет. И сейчас постепенно эти возможности, они реализуются, мы их используем, но опять очень аккуратно и очень осторожно. То есть риски сохраняются, но возможности уже появляются. И частично эти возможности можно использовать. Как балансировать портфель, я сказал. Балансировать в сторону, там, ну, пример своего мышления, своих рассуждений я непосредственно привел. Что же, друзья, у меня на этом все. Если понравилось видео, обязательно поставьте лайк, поделитесь данным видео, может, кому-то это будет полезно, может, у кого-то страх уйдет, да, эмоции, все-таки разум он забладает. И очень хороший такой лайфхак заключения, связанный с тем, что природа человеческого мозга такова, что мозгу рептилии порядка 150 миллионов лет. Или 50 миллионов, точно сейчас уже не помню. Ну, то есть он самый древний, и он может на самом деле только убегать и атаковать, да. То есть при этом сначала в оцепенении. То есть когда вы видите такую ситуацию, у вас сначала оцепенение, после этого начинается страх, вы начинаете продавать активы, покупать валюту, убегать от этого, да, избегать этой ситуации. Ну, это мозг рептилии, да, то есть это нормальная реакция, и вы здесь ничего не сможете сделать, вы не сможете там десятки, даже сотни лет эволюции преодолеть. Следующий мозг – это мозг только питающего, лимбическая система, эмоции, страха и жадности. И получается вот этот вот нервный импульс, вот эта ситуация, которая сейчас происходит, она, конечно же, будет проходить все эти вопросы. Поэтому, ну, не ходите на косячи, не делайте пока вообще ничего, да. Если вам страшно, если вам хочется куда-то скрыться, если вам хочется что-то предпринять, если вам хочется зайти на YouTube, посмотреть видео, что же такое происходит, ну, вот замрите, да, и как минимум дайте мозгу 24 часа, 24 часа, чтобы непосредственно обдумать, чтобы включилась как минимум лимбическая система, и еще 24 часа, чтобы включился неопортекс, а сознание. Чтобы рассудок, рассудительность, просто посмотреть на фундаментальные показатели, посмотреть на прибыли, которые зарабатывают российские компании, экспортеры за 2021 год, посмотреть, какая есть дивидендная доходность, зайдите, просто элементарно зайдите на сайт доход.ру, посмотрите там в разделе аналитика есть дивиденды, какие акции российских компаний, какую дивидендную доходность в настоящий момент могут вам предложить. На это все, на связи был Максим Петров, такие включения еще раз повторю, я думаю, в 2020 году будут достаточно часто, не забывайте подписаться на канал, и щелкнуть колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok